привет всем вы на канале позитивный огород сегодня я хочу высадить баклажаны в открытый грунт на теплую грядку немножко покажу рассаду какая выросла это у нас баклажан пеликан белоплодный вот он такой высокенький уже вырос и достаточно такие хорошие большие листья так это белоплодный а вот это белоплодный баклажан белая ночь заметно он у нас ниже то есть это у нас низкорослый а вот этот высокорослый и очень хорошо пеликан подходит для теплицы я буду высаживать в открытый грунт и покажу остальную рассаду вот этих два баклажана это у нас из смеси день и ночь вот это получается снежок белоплодный баклажан и малки темный баклажан и три баклажана не таких багиры тоже их можете посмотреть они высокие уже такие и они были посеяны эти все баклажаны кроме пеликана на неделю позже мы в принципе они догнали своему развитию поэтому можно даже немножко позже сеять баклажаны они прекрасно догоняют те баклажан которые были например посеяны раньше и еще хотелось бы заметить именно тот момент как мы можем отличить его темные баклажаны от белых баклажанов когда мы покупаем например смесь семян вот это смесь семян день и ночь и соответственно смотрите у белоплодных баклажанов лист больше он такой вот видите как овальный вот этот снежок эти овальный лист и то же самое можно сказать и про пеликан лист больше склонен к овальности у маугли темного фиолетового баклажана митиль лист больше так округлости склонен и по точке роста . роста убила плана баклажан виден так как побеленная а у темных баклажанов обычная такая как не выражена тут его побелка у точки роста такая зелененькая на поэтому вот этим вот таким признакам можно отличить в смеси баклажанов именно белые баклажаны от фиолетовых и так выкапываем достаточно глубокую лунку чтобы наша просада корневой ком полностью помещался в этой лунки и основное правило при высадке рассады баклажанов и и нельзя заглублять то есть как она у нас росла просадном периоде так мы ее осуществляем ее посадку то есть не заглубляя вот эту шейку корневую потому что иначе у нас потом будет возникнуть проблема может случиться загнивание и просто да попросту погибнет поэтому обязательно не заглубляем и так высадили нашу рассаду баклажанов сверху еще дополнительно все пролили водой с добавлением фитоспорина и сейчас конечно ввиду того что у нас солнечно да и вообще чтобы рассада привыкла к солнечному свету необходимо притянить сверху накинуть укровной материал и пускай у нас все благополучно приживается сейчас перекапываю землю в теплице и хочу показать личинки жуков которую перерабатывают растительные различные остатки и вот они живут в почве делать есть какой-то какие-то растительные остатки они перерабатывают их и превращают это все в удобрение то есть они нам только приносит только пользу есть конечно личинки майского жука не приедают корни растений как бы губительные для растений а вот эти же личинки и жуки совершенно безопасны поэтому они нам только помогают и делают нашу грунт более питательным удобряет его и только приносит на пользу и растениям которые у нас растут на участке или же в теплице даже покажу их еще немножечко так поближе такие вот личинки вчера вечером еще высадили помидоры те которые нас были высокорослые банановые ноги чудо земли черри томаты всякие вот эти вот по высадили вчера поздно вечером те которые помидоры низкорослые крупноплодные мы будем попозже высаживать когда уже место освободится здесь этой зелени от всей сейчас течение двух трех дней все по вырвем это не сюда посадим низкорослые томаты томаты высаживали с небольшим заглублением наверно на 10 сантиметров каждый томат заглубили и высадили мы высаживаем на таком достаточно наверно близком расстоянии то есть вот один томат дальше пошел уже следующий так у нас теплица маленькая мы высаживаем погуще томатов у кого конечно теплица большая не могут позволить себе высаживать гораздо реже ну как бы все равно у нас урожай нам этого хватает сразу поставили вот эти вот колья и сверху все прикрыли укровенным материалом то что даже в теплице первое время лучше все укрывать чтобы привыкала рассада именно к солнцу к свету солнца чтобы не было ожогов все томаты вот эти высаживали по одному в лунку а черри томаты высаживали по два в одну лунку и конечно хорошо проливали при высадке лунку и потом саму рассаду сверху и все-таки рекомендую затем помидоры в тишине нескольких дней не поливать но так как у нас стоит жара не знаю как это получится сделать в общем такие дела но все тем кому понравилось видео подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч